Улица Крупской, 010В. Мы видим как раз-таки здесь камеру, нужно увеличить. Яна Логинова, студентка магистратуры юридического института. Но сегодня она не на учебе, а в наблюдательном центре в окружении десятков мониторов. На каждом из них пункты голосования по всему краю. Яна в качестве наблюдателя отслеживает, нет ли на участках нарушений. Мы видим КАИБы, то есть уровень для голосования, видим места для голосования, участковую комиссию и так далее. Таких наблюдателей в центре десятки. И это не только волонтеры, но и координаторы, а еще представители политических партий. Они тоже следят за ходом голосования, чтобы не допустить нарушений. Специалисты говорят, если наблюдатели замечают подозрительную активность, то могут посмотреть камеры и перемотать запись, чтобы найти момент нарушения. Если успеть ухватить и увидеть за 10 секунд, наверное, очень сложно. Мы видим общую картинку и общую ситуацию. Но это позволяет нам быстро отреагировать и просмотреть ситуацию на дополнительных автоматизированных рабочих местах. Если факт серьезного нарушения, например, вброса подтвердится, на место отправится специальная мобильная бригада. Сообщения о нарушениях они мониторят и в социальных сетях. Наблюдать за участками будут, как в сказке, три дня и три ночи, сменяя друг друга. Мы будем видеть, каким образом хранятся избирательные бюллетени, как упаковываются сейф-пакеты. Поэтому всю процедуру будем видеть. И в течение всей ночи мы тоже будем смотреть, насколько все находится в сохранности. Обратиться с просьбой проверить, не было ли нарушения, может любой красноярец. Для этого ему нужно будет заполнить заявление, обосновать проблему, с которой обращается, и центр предоставит ему доступ к видеозаписи с участка. А если факт нарушения действительно подтвердится, информацию передадут в Центральную избирательную комиссию. Алена Крешининикова, Степан Майер, Новости Прима.